здравствуйте уважаемые трейдеры инвесторы с вами на связи виталий кухта кухта капитала сегодня у нас пятница 16 октября 2020 года если кто не в курсе самый самый худший год я думаю считаю за за 21 столетия допускать по сравнению с другими годами по всем направлениям в мире которые на сегодня проходят да я думаю все в курсе все следят вот эти все карантина и так далее не будем сегодня них говорить сегодня поговорим только-только о рынке дам свое видение по рынку по некоторым инструментом а также хотел обсудить сделки своих учеников ну просто очень довольны из-за прошлую неделю а очень довольны за эту неделю рынок был в некоторых моментах тяжелый но мне понравилось там сделки некоторых учеников просто 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 супер да то есть как некоторые очень успешно скажем входили сразу в рынок сделки некоторые там нужно было бороться по несколько раз вот как раз обсудим вот вот эти все моменты давайте начнем с рынком а также а также подведем итоги итоги битвы аналитиков которая была на этой неделе в понедельник среду который я бился с артемом деевым да подведем итоги по по тем идеям которые озвучивал которые отработали с которой мы перри заходили и так далее напомню кто интересуется обучением все информация на сайте если что пишите в личку давайте начнем с рынка напомню евро доллар давайте начнем с евро доллара да его обсудим почему евро доллар на этой неделе я много говорил о евро долларе давал прогнозы давал торговые рекомендации давал свое видение на битве аналитика то есть не по факту там вот я здесь красиво вошел здесь красиво отработалась вот здесь можно было зайти и так далее вот четко четко говорю как было кто смотрел наши битвы поставьте в комментариях что я смотрел допустим там торговал такие-то рекомендации там заработал там потерял то есть это нормально конкретно описывайте в комментариях под видео мои рекомендации по желанию там если торговали там рекомендации артема сможете писать и так евро доллар понедельник напомню еще с прошлую неделю если взять вернуться еще недельку назад я здесь даже еще позапрошлую неделю советовала здесь покупать евро здесь мы выходили по евро доллару кто не помнит дальше мы снова здесь болтались в конце я еле определился с покупками тоже купили давал рекомендацию своим подписчикам канале мы сходили наверх а вот здесь конкретно ровно в понедельник я сказал что я евро доллар вижу в шорт здесь была очень красивая дивергенция была там локальная модель наш один дневной модели не было я говорил о шортах кто шортил евро доллар пишите в комментариях я шортил там заработал или не заработал вышел по без убытку ну разное может быть то есть это рынок кто посмотрел запись позже и так далее итак с понедельника рынок точнее он во вторник уже пошел на вал очень хорошо сходил вниз я шортил сделка была конечно рискованная потому что не были все параметры для шорта но я ее уже очень давно обсуждал не исключал евро в шорт но никак не видел точки захода такой хороший и более понятной дальше что было в среду в среду напомню в среду я говорил о том что евро доллар смотрится в шорт пока конкретных среду рекомендации на битве аналитиков по евро доллару не давал но говорил что он смотрится в шорт можно шортить кто не шортил условно понедельник пропустил это движение ли там покупал потерял на покупках но своим подписчикам в канале я советовал в среду вечером на закрытие рынка мне понравилась модель которая сформировалась в данном диапазоне шортить евро доллар и принципе мы дальше падаем я до шортил здесь было неплохо сейчас топ чуть-чуть по уменьшил на текущий момент что я могу сказать евро доллар смотрится дальше вниз у меня верхняя сделочка без убытки нижние нижний шорт тоже скажем практически без убытки на текущий момент я смотрю что евро доллар смотрится вниз ожидаю как уже ранее говорил 116 возможно ниже на 1 15 это то что график показывает на сегодня мы можем как сегодня начать падать да так можем условно сегодня делать какой-то откатный откатный день это то что я ожидаю вариант который я не ожидаю до который я бы не хотел чтобы он случился это то что евро сегодня на каких-то там новостях или на каких-то все может произойти уйдет сильно наверх я получу скажем стоп лосс поэтому своему шорту возможно буду позже принесет без убыток следить за идеей и дальше уже менять свое мнение возможно по евро доллару в лонг а возможно и нет то есть там же буду смотреть на следующей неделе а возможно буду не рынка находиться пока я придерживаюсь идеи в шорт по евро доллару на сегодня да и те кто шортил евро в понедельник или в среду они сейчас находятся в плюсе можно часть закрыть сделки я уже часть закрыл и возможно скажем это это лучше нежели на сегодня да потому что рынок уже достаточно падал он конечно он смотрится дальше вниз но те ребята которые смотрели нашу аналитику прогнозы ранее не находятся сейчас скажем в плюсе и комфортнее находиться таких условий это что касается евро доллара пока евро доллар шорт дальше индекс доллара ребята кто смотрел также в понедельник и в среду я говорил что индекс доллара я смотрю только в лонг да то есть там на выбор был говорил шортите евро доллар или покупайте индекс доллара или покупайте доллар франк на выбор кто любит там что торговать да кто-то вот если у меня допустим ученики и подписчики кто-то любит там условно индекс доллара торговать кто-то евро доллар только торгует а там индекс доллара доллар франк не торгуют и так далее пока по индексу доллар аналогично как и по евро смотрится он вверх конечно здесь уже можно покупать но нечего уже ловить то есть скажем как и по евро доллару эти сделки они несут характер такой рискованный да потому что у нас нет накопления у нас есть предположение что мы будем дальше идти на рост доллара по всем инструментам хорошие покупки были вот на этой всей коррекции понедельник лучшая сделка была я считаю по индексу доллару вчера или там в среду на закрытии дня а сегодня уже продолжение но пока она смотрится наверх какая реакция будет дальше рынка условно на вот эту зону 94 до там плюс-минус 10 центов я пока не знаю если сильно сегодня валимся аналогично как евро доллар то дальше доллар франк доллар франк я вчера советовал также покупать данный инструмент лонг пока он не сильно идет мы находимся небольшом плюсе там около 20 пунктов практически на мы сделку практически подвели в скажем без убыток там небольшой там около 10 пунктов даже чуть меньше чуть больше точнее так то пока якобы смотрится на пробой вот 91 50 60 вот здесь есть достаточно сильная зона сопротивления мы или ее сегодня пробиваем или сейчас идет отбой от прям сейчас до открытия лондонской сессии или чуть позже и будем падать аналогично евро доллар будет какой-то обман откат делать то что я на текущий момент могу сказать пока смотрится в одну сторону как ситуация дальше разрешится сложно сказать дальше фунт доллар аналогично я присматривался к шортам по фунт доллару вчера шортил также ученики мои шортели кто-то вышел по каким-то причинам новички скажем есть такие новички которые не заработали на этом движении по фунту может получиться достаточно сильный шорт конечно он такой своеобразный этот фунт ну как и любой инструмент сейчас там по брекситу поезд вот эти локдауна скажем может любой момент стрельнуть скажем вверх я пока ожидаю вниз но может там стрельнуть 200 300 400 пунктов на каких-то новостях которых я не ждаю это уже такой форс-мажор для меня условно был хороший уровень 1.30 на как за которым нужно было было наблюдать была хорошая модель здесь было накопление сильная конец сентября на первая половина октября можно было от этого уровня рассматривать шорты сейчас покажу также сделки своих учеников поэтому по фунту пока смотрю вниз ну скажем в зону 27 где-то туда возможно ниже по фунт доллару посмотрим уйдем ли туда как аналогично как и евро время покажет если будет картинка меняться меняться условия то мы будем скажем уже это обсуждать на битве трейдеров если будет торговая ситуация то я буду говорить так как на рынке напомню существует несколько моментов есть торговая торговый момент когда можно торговать есть вне рынка когда совсем непонятно есть скажем когда она смотрится вниз возможно торговать но это в принципе у меня частично приравняется к тому чтобы не торговать вот аналогично сейчас фунт для меня он не рынка но он смотрится вниз поэтому таком ключе итак я думаю что в принципе вот этих всех инструментов хватит евро доллар индекса доллара доллара франка фунт доллара чтобы обсудить на сегодня остальные инструменты аналогично что касается до долларовых пар товарно-сырьевой рынок скажем есть вопросы у меня по нефти да пока сейчас сложно сказать что там золото аналогично возможно смотрится вниз конечно коряво там что-то происходит возможно и ошибаюсь шартом да ну вот как-то вот таком сценарии давайте к самому интересному не только к рынку потому что рынок это одно текущая ситуация на рынке вот сейчас конкретно для меня не торговая как я уже сказал но она смотрится на рост доллара а самое интересное то что произошло на этой неделе это то что мы и правильно спрогнозировал рынок на этой неделе также у меня был скажем торговая рекомендация по евро доллару понедельника по в среду я давал новозеландский доллар short он чуть-чуть пошел не по плану но потом все исправился вот напомню я его лично не торговал торговали мои ученики наталья очень хорошо его торговала молодец но скажем молодец на 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 4 с плюсом почему не 5 потому что входило там где не нужно было входить изначально мы это обсуждали в закрытом клубе с трейдерами мы еще это обсудим еще более детально ну скажем логика была входа но она скажем на 4 на 4 балла а вот последующие входа были на пятерку давал я рекомендацию среду вот здесь на шорт почему-то я поставил короткий стоп это неправильно немножко я уже ранее обсуждал по поводу коротких стопов рынок может иногда идти на небольшой вынос на мою рекомендацию среду по новозеландскому доллару рынок вынес но я писал комментариях вчера в четверг утром что можно перезайти вот здесь я писал можно перезайти по новозеландскому доллару short на хорошее снижение наталья сейчас покажу сделку она перезаходила повыше после вот этого выноса она получила стоп перезаходила вечером тоже возможно было я уже утром было более хорошее подтверждение что здесь будем падать поэтому считаю что сделка была с перезаходом следите за комментариями то есть в ю тубе под видео которое есть на маркет потом если вы хотите получать скажем вовремя аналитику подписывайтесь на канал сигналов или обучайтесь чтобы понимать как торговать это все правильно ну давайте перейдем к сделкам есть сделки очень хорошо оформленные которые оформляют некоторые ученики есть очень плохо особенно в дениса у него там терминал не mt4 какой-то другой и экран вроде бы большого там говорил там чуть ли не 27 или сколько дюймов но все равно у него что-то не получается с этим оформлением как-то мы к этому дойдем но давайте я чуть-чуть увеличу и покажу что денис сделал по австралийскому ну расширение здесь хорошая я скажу на 5 с плюсом а вот вот если приблизить вопросов нет с денис шортил австралийский доллар на этой неделе два раза вот получается во вторник он шортил раз то есть был хороший уровень хорошая здесь модель общее и шортил получается . входа 2 у него была вчера в четверг очень хорошо произошло я и я ему уже писал мы это обсуждали что . входа 1 она рискованная такие лучше не делать ну скажем там по другим причинам это уже скажем с точки зрения нашей старовой стратегии почему это рискованная сделка вот . входа 2 это правильно это то что я скажем учу также как и . входа 1 . входа 2 она более профессиональная вот так я бы сказал да и это и это правильно но более профессиональная более надежная . входа 2 здесь он шортил четверг вот наш 1 давайте посмотрим вот . входа 1 точнее он шортил даже не в понедельник получается да вот здесь видно хороший паттерн наш один но скажем контр тренд трендовая до слабенько но возможно а вот . входа 2 вот здесь супер супер просто так дальше сделка по евро доллару сделка ученика другого александра это еще с прошлой недели евро доллара это та торговая рекомендация которую я давал торговым в канале сигналов очень отлично себя отработала мы здесь по выходили я написал что мы здесь выходим здесь была покупочка прям на открытие рынка в понедельник прошлый и закрылись мы во вторник когда уже рисовалась рисовался возможный шорт ну и он принципе отпадал очень красиво было по евро доллару аналогичная сделка я сделка другого ученика покупка это уже евро доллар другой момент это получается 8 октября несколько несколько раз заходил в лонг по евро доллару это также была продублирована в торговом канале евро доллар очень красиво так это другого ученика аналогично михаила он тоже подписчик канала вот . входа в лонг ушли очень красиво все дублируется все скажем ученики по одной торговой стратегии торгуют это алексея тоже эту сделку это в шорт то есть все сделки по евро доллару это лонговые эту сделку я тоже обсуждал в торговом канале сигналов я говорил что по евро доллару возможен шорт тут вечером и как раз я так и не мог понять что там по евро доллару происходит изначально смотрел в лонг но так как доллар франк показывал лонговый момент евро доллар под конец дня показал то что я как бы видел в шорт и в принципе отпадали не сильно ну скажем интро дэй сделка такая ну точнее это не интро дэй это овернайт но скажем скальпинг шорт дальше это евро фунт кросс пара дениса мне сделка понравилась неплохая вот девочки сверху здесь шортил по модели он шортил по модели 4 плюс трендовая очень хорошо нам помогла очень красиво то есть вот здесь он входил сейчас покажу наш один вот точка входа после ложного выноса уровень уровня отката красиво и выход на уровне поддержки молодец я евро фунт кстати очень за ним долго наблюдал последние две недели и никак не вошел в шорт он там отработал там около 100 пунктов практически до или меньше но не торговал дальше сделки по золоту есть две сделки по золоту от дениса ученика и от натальи просто бомба сделки неплохие аналогично аналогичная сделка скажем ну как скажем сделки хорошие но я еще с ребятами поговорю эти сделки тоже на 4 сплю на 4 на 4 твердых да не на 4 с плюсом не на 5 с плюсом не на 5 2 плюса я ставлю надо ученика почему потому что это на понимание была сделка на предположение есть модель есть ложный пробой уровня отката да есть на часовиках импульс и так далее но это без дневной модели вход то есть вот если вот брать давайте вот здесь вход я покажу что такое 5 с плюсом это вот здесь шорт когда у нас есть меня как раз ученики мои понимают мы это обсуждали вот здесь точка входа у нас дневная модель на шорт да здесь модели на шорт нету дневной здесь есть предположение на шорт его и это возможно торговать такие тоже сделки возможно но скажем это не супер профессионально это это на таком хорошем уровне точка входа шорт без дневной модели шортить можно но нежелательно вот вот это все что я могу сказать поэтому золото Денис хорошо заработал он кстати вышел здесь на поджатии на уровне трендовый шортил потом отписывал здесь все не описал но молодец аналогичная сделка была в Наталии шорт аналогичный просто 2 зеркальных уровня то есть 2-2 зеркальные сделки та же логика тот же ложный пробой те же комментарии на 4 балла это сделка я не знаю Наталия выходила здесь золото или нет но она часть должна была закрыть по идее не видел дальше продолжение что там происходило или удерживает дальше на более сильное снижение то есть пока не знаю но вход вход понятный канадский доллар сейчас мы только мы да мы обсуждаем прибыльные сделки есть у нас и стоповые сделки мы их сейчас чуть чуть позже посмотрим канадский доллар покупка сделка от Наталии вчера покупала точнее не вчера а в среду под закрытие рынка то есть молодец аналогично мы данную сделку обсуждали с учеником другим Алексеем и он аналогично вот Наталия писала что она здесь шортила вот шортила шортила канадский доллар Алексей тоже мне писал 14 октября то есть это получается среда что он видит шорт я сказал ему возможно но здесь скажем вот мы отпадали 3 дня и это маленький откат такое шортить нежелательно такое возможно торговать но нежелательно почему потому что вероятность падения очень низкая дальше но возможно да я подчеркну возможно такое торговать вот Наталия тоже взяла мы с ней это не обсуждали она вышла по стоп лоссу то есть вот мы обсуждаем не только прибыльные сделки и профи и скажем и стоповые она получила стоп лосс вот здесь стоп лосс он небольшой около 15-20 пунктов она вышла и потом перевернулась в лонг потому что здесь вот так она нарисовала вот здесь поджатие здесь вот здесь на часовиках его красиво видно да и она купила канадский доллар я кстати еще ранее писал Алексею еще до того как Наталия получила стоп лосс мы с Алексеем обсуждали что вот когда вот здесь выкупили где-то в обед я ему писал после обеда точнее там 14 часов я помню это точно говорил там скорее будет лонг потому что это неправильно выкупают то есть они должны были падать вот здесь падать с текущих утром они сразу то есть начали выкупать то есть рисовалась модель в лонг красиво Наталия совершила сделку в лонг то есть отбила стоп лосс и еще заработала а вот еще виновник торжества наш это новозеландский доллар Наталия его торговала 4 раза то есть на этой неделе получается 3 раза в шорт 1 раз в лонг 2 без убытка 1 стоп лосс и 1 профит да обсуждаем сейчас эту сделочку шорт первый шорт в Наталии это сделка скажем возможная но она неправильная почему ну есть ложный пробой у нас есть сильный импульс наверх то есть против импульса можно торговать иногда так бывает но нежелательно скажем логика есть то есть шорта такое возможно торговать ну мы сейчас я критически всегда стараюсь сейчас оценивать сделки учеников и вообще анализ рынка есть хорошие сделки есть отличные есть на тройку есть на двойку да и это это такая на троечку сделка дальше покупочка в лонг то есть Наталия выходит по без убытку с шорта первого да точка входа 1 на сел покупает сделка на покупку отработалась потому что она дошла до того уровня да здесь немного в пунктах но скажем это рынок то есть он дошел до сопротивления Наталия здесь не зафиксировала профит вышла по без убытку правильно то есть сделка имеет логику сделка уже на такую четверку да возможно я это тоже видел не торговал скажу дальше вход номер 3 на сел это аналогично была также моя торговая рекомендация в среду на битве сделка тоже на 4 на 4 балла я кстати посмотрите битву внимательно я говорил что сделка возможной на шорт она немножко рискованная почему ну там говорилось причинах ну точнее причины я сильно не уточнял потому что это уже на обучение я рассказываю конкретно почему да за против стоп лосс был получен по данной сделке и перезаход после выноса да то есть был уровень у нас был здесь уровень по новозеландскому доллару а сколько будет ложных пробоев до конца нельзя было сказать конечно можно было предугадать что здесь поджимают и так далее но то что было то есть поэтому перезаход на талии в шорт считаю на 4 с плюсом на 4 с плюсом вот это единственная сделка которая на 4 с плюсом не 5 почему не 5 потому что здесь есть предпосылки есть модель квадрат ну скажем были какие-то идеи по рынку более лучшие они отработались некоторые нет но не отработка идеи это не говорит что она неправильно то есть поэтому молодец наталья конечно боролась четко входила сделки начиная от тройки до 4 с плюсом но шикарно да то есть мне понравилось ее сделки на этой неделе ждем как она закроет торговый месяц этот октябрь да в плюсе в минусе я думаю что она в плюсе закроет и я очень буду рад чтобы с натальей мы уже долго занимаемся конечно если бы мы бы еще больше занимались обучением было бы еще лучше но скажем когда человек сам думает сам изучает графики я и преподнес скажем обучил ее понять как нужно понимать иногда а дальше человек развивается это очень хорошо самостоятельно торгует а человек который самостоятельно торгует без сильной поддержки у нас есть поддержка мы обсуждаем наталья также находится в торговом канале сигналов да там где я даю торговые рекомендации но много сделок у нее самостоятельных это супер потому что когда человек делает свои ошибки он на них обучается когда он делает много профитных сделок много подсказок имеет он не обучается он очень низко обучается то есть человек только делает выводы на ошибках на профитах очень очень сложно делать выводы ну скажем это по практике по общей мировой практике да любого направления так и наверное это все или нет есть еще одна это просто красота то есть сделка алексея фунт шорт вчера просто красиво уровень 1.30 точнее там 1.30 с копейками ну в зависимости как его провести там можно было добавочный уровень чуть выше провести посмотрим если фунт упадет еще сильнее то есть сделка и так отработалась алексей шортил вчера сделка на 5 с плюсом мы там с алексеем обсуждал писал комментарии в закрытом клубе я бы я бы этой сделке поставил 5 и 2 плюса или 3 даже если бы алексей вошел там на чуть позже на несколько минут да там на несколько десятков минут я точно не знаю на какой он минуте уходил ну там по под тем торговым моделям на часовиках которые мы изучаем просто красота то есть правильно вошел красота молодец итак на этом закончим если у вас будут вопросы скажем пишите комментариях если будут личные вопросы по обучению по торговым сигналам пишите тоже в личке там будут указаны контакты всех всем удачной торгового дачного торгового дня и торговой недели следующей да с вами был Виталий Кухта проект Кухта Кепитал до свидания до свидания до свидания до свидания IoT до свидания